всем привет привет на связи летний жаркий мастер от и грешенкова я очень рада вас приветствовать очень рада быть с вашим сегодня спикером ими офишал и так что мы сегодня будем смотреть с вами девочки мы сегодня будем с вами рисовать мраморный эффект поработаем сегодня с вами акварелью или акриловой белой краской то сегодня такие материалы нетипичные для маникюра будут потому что они тоже очень классно работают и вообще очень крутые поэтому мне очень хочется показать вам как сделать быстро классно эффект мрамора без каких-либо знаете там мега умений я уверена что получится у вас у всех и что самое классное в этой технике самое классное то что вы можете накуролесить в фоне вот чем угодно то есть можете взять любые цвета любые сочетания даже несочетаемые сочетания тоже будут очень круто смотреться потому что это все как раз эффектом мрамора приглушится и будет у вас красиво классно смотреться вот поэтому сегодняшний эфир думаю очень очень сильно пригодится делается быстро эфир не знаете супер какой-то фантазийный дизайн очень рабочий дизайн очень сильно часто спрашивается и самое главное вот что я люблю например в дизайне когда можно их делать в любом вообще виде и поярче и по бледнее по розовее по серее там берет по бирюзовой как у вас клиент попросит в той цветовой гамме вы можете делать эту технику класс поэтому давайте здравствуйте кто присоединяется очень приятно давайте с вами поработаем переключимся уже на рабочую поверхность и я вам все подробно расскажу как у вас погода девчата расскажите у нас просто жара всю неделю будет под тридцатник но жара в средней полосе это такая знаете жара жара очень влажно очень душно и поэтому подскажите пожалуйста еще добрый день кто присоединяется подскажите еще пожалуйста все ли вам нормально слышно и не мешает ли вам шум вентилятора потому что я сегодня не выключала не выключаю вентилятор и не знаю мешает вам это или нет вот так мы сегодня сделаем два типсика один будет такой посветлее так сейчас я маску только отключу маска 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 все отключена маска один посветлее другой будет поярче фон потемнее так поставьте плюсики здрасте 7 если все нормально видно слышно и но видно понятно немножко скачет у меня фокус это уже я думаю что если вы смотрите мои эфиры то возможно к этому привыкли я буду фокусировать в самом конце перед тем как положить в лампу чтобы чтобы было вам понятно слышно не мешать все ок все погнали наш первый буду делать такой жемчужный 397 это из коллекции гипноз покрываю на весь ноготочек сегодня оба дизайна на весь ноготочек очень красивый цвет я вы просто обожаю так все хотела вам павел кого хвастаться своими новыми ноготочками вы посмотрите какой шикардосина это мы сейчас делали с девчонками в клубе эми арт брошку брошку делали с материал для маникюра мы там делаем из материал для маникюра бижутерию тоже очень крутые мастер-классы показываем и по этой бижутерии вот я такие ногти забацала себе это все кошачий глаз и коллекция гипноз вот такие объемные цветочки как раз нас брошка в виде цветочка так нам не к сожалению дома поэтому показать вам саму брошку не могу возможно что в следующий раз принесу ее тоже с собой так второй типсик у нас будет потемнее возьму 398 тоже из коллекции гипноз очень укрылистые цвета магнитная классно вообще блестят очень мне нравится так здесь у нас будет все достаточно загадочно подальше сделаю чтобы не пикселила здесь буду делать красивые разводы это у нас будут витражные гели можно витражными гель-лаками их делать также гелия это новые из новой коллекции и классные не тем что их можно и для дизайна использовать и для наращивания использовать возьму и прям вы знаете так хаотично покидаю их они полупрозрачную и дадут мне красивые переходы пускай они там смешаются где им хочется так здесь у нас что мы можем сделать во первых мы можем сразу же тоже сделать например витражом чем я люблю витражи смотрите градиент получается просто идеально то есть хочется вам оттеночек другой придать вы прям можете вот нанести и растоптать и сверху уже будет другой немножко оттенок чуть зеленоватый волгоградской области ура вечером ночью был дождь ура сегодня к вечеру опять жара да красота ой у нас вчера была кайфовая погода прям знаете так и не жарко и не холодно сегодня опять пошарашила жара подсох и 435 тоже очень классно перемешиваются я люблю перемешивать по сухому хотя по мокрому они тоже классно работают но я уже знаете давно так делаю и мне так очень нравится видите они они живут с частичками такими блестящими поэтому они очень легко перемешиваются быстренький такой градиент так и для работы нам потребуется матовый топ матовый топ у нас вельвет топ гель и мы будем сейчас покрывать в конце вы все можете покрыть глянцем у вас не будет видно матовости но рисовать акварелью мы будем по матовому топу чтобы вас классно получился эффект вам нужно конечно же найти какой-нибудь референс нужно найти отправную точку как располагаются вот эти все штучки да как они ну трещинки прожилки как они ложатся в какую сторону в одинаковую или они друг друга пересекают или не пересекают и так далее вам нужно немножко поизучать этот вопрос либо просто сначала попробовать повторить да а потом уже сочинять свои если не получается сразу же то действовать вот таким способом так вельвет нам еще понадобится поэтому пока оставляем его здесь и берем акварельные краски акварельные краски не какие-то супер мега художественные нам понадобится черное и белое обычные вот прямо с магазина масс-маркета для детского творчества если вас пропрет рисовать акварелью что я думаю очень вероятно то тогда можете уже чего-нибудь себе купить более профессиональное чем профессионально отличается от непрофессионального тем что очень насыщенные красивые цвета много пигмента и у вас ну просто будет сочнее как бы рисунок может казаться да так суть одна и та же акварель очень любит воду рисовать я буду кисточкой к м3 это кисточка у нас из собой из красного соболя и она идеально подходит для рисования акварелью не очень тонкий кончик и она и мазок может дать широкий и тонко-тонко прорисовать поэтому очень советую так дальше что нам еще понадобится салфеточка чтобы вытирать кисточку и еще одна салфеточка которую мы зажимаем вот мы держим так пальчик клиента а вот сюда зажимаем салфеточку чтобы быстро ее взять и смахнуть излишки влаги у нас есть золотое правило в рисовании темное на светлом светлое на темном ориентируясь на это правило я буду здесь рисовать черной акварелью а здесь буду белой акварелью но скорее всего белая акварель это не акварель это акриловая краска поэтому если есть акриловая краска вы тоже можете в принципе и рисовать но мне просто удобнее потому что у меня сразу тут все открыто и ничего не сохнет можно все водичкой разводить так давайте начнем с черной разводим разводим жиденько и делаем какой-либо мазок разводим так ну а сейчас девочки у меня не просох что не просох вельвет рано достала сейчас секунду или или покрыла прям очень тонким слоем сейчас перекрою еще разочек секунду извиняюсь может лампу выключилась не заметила быстро так давайте пока пока сушится еще раз проговорю вам про акварель что важно в акварели вот смотрите она у нас должна быть водянистая акварелька то есть она очень любит воду все что связано с водой конечно не очень любит гель поэтому все перед тем как вы будете покрывать топом очень хорошо должно просохнуть поэтому я советую там где вы рисуете акварелькой на ногтях делать эти ногти в начале и потом пока сохнет переходить к остальным ногтям клиента то есть например если у вас рисунок есть рисуйте на тех ногтях которые с рисунком в основном сейчас это не все ногти да и потом делайте ногти которые у вас например однотонные то есть покрывайте однотонным покрывайте топом там доделывайте их и как раз в этом в этом процессе у вас очень хорошо акварелька просохнет вот очень важно ее хорошо просушить так ну вот отлично берем акварель разводим водой и погнали вот все отлично салфеточкой берем и излишки влаги собираем кисточку промыли и и влажной кисточкой этот край немножечко размыли смотрите какая сразу гуалька получилась обычно мрамор он такой немножко угловатый поэтому не бойтесь делать таких вот четких углов и резких каких-то направлений можно собирать можно прям просто вот кисточкой убирать и потом излишки влаги что побыстрее сохло еще собирать уголком вот получилось еще одна растяжка до дальше дальше опять берем и и с одной стороны все убираю теперь смотрите погуще чуть-чуть беру поменьше воды помогу побольше акварельки и где-то дорисовываю самым-самым кончиком кисточки так все это на на воздухе нас пока посохнет а мы берем второй типсик он у нас темный поэтому мы с вами черное здесь как бы плохо сработает да его будет не видно поэтому мы возьмем белый возьмем белый то же самое возьмем себе салфеточку намоем и погнали так ну тут такая же история видимо мало очень нанесла топа ну окей сейчас мы еще разочек промажем прокрасим или знаете что можно сделать сейчас я знаю что можно сделать у меня в принципе здесь матовая нормальная поверхность не знаю что тут просто сейчас клинером протрем видимо липкость от материала настолько тонко покрыла что липкость от материала смешалась с топом и она мне не дает рисовать да именно так есть тоже собираем один край и оставляем вот такую вуальку собираем 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 водичку все с краской лишнюю можем вот это вот размыть чем акварель хороша тем что она размывается водой да бывает например краски они не растворяются водой а здесь у нас акварель она размывается водой и в случае того если вам хочется например попрозрачно сделать какое-то местечко она может спокойно размыться вот такие получаются вуальки теперь опять же возьмем побольше краски поменьше воды сделаем тоненькую кисточку и прорисуем тоненько прожилки 10 с 21 22 23 здесь еще классно то что получается очень-очень художественно да очень так интересно то что вы можете концентрировать этот пигмент в тех частях где вам нужно и например если вам хочется больше размытости вы просто влажной кисточкой это местечко подразумеваете если вам не хочется там чтобы была какая-то четкая грань то вы можете это все поправить так оставляем на воздухе пока сушится а здесь мы вновь перекрываем вельвет топом тоненько чтоб нам не нагнать толщины до 5 покрываем вельвет топом для чего покрываем мы сейчас будем наслаивать одно на другое и чтобы у нас с вами не подмылся внизу наш уже нарисованный рисунок мы будем уже рисовать по новому слою потому что если мы сразу начнем то мы перекрывая вот внахлёст мы можем с вами размыть то что мы сейчас уже нарисовали поэтому оставим сделаем еще дополнительный слой самое ключевое что вам нужно помнить что краска акварельная это вода плюс пигмент да вот видите я размываю у меня становится там прозрачным то что на водорастворима то есть это маленькие частички пигмента которые растворяем растворяется в воде и если вам нужно четкую линию то вам нужно взять мало воды много пигмента у вас получится четкая линия то есть она должна быть акварелька такая более густая густая более пигментированная если вам нужны какие-то полуразводы и так далее то вы просто берете и добавляйте воды да тени очень классно рисовать тоже акварелькой ну что еще допустим я могу вам показать классные тут недавно делала тоже с нейлкрустом разукрашивала просто это наша наклейка нейлкруст и я ее разукрашивала акварелькой вот то есть можно ей прямо разукрашивать тоже круто получается конечно можно рисовать всяческие вещи сейчас мы в клубе у нас как раз открыт курс эксклюзивно для клуберов да и мы там рисуем всякие разные штуки как раз тоже акварелькой рисуем и абстракцию и флористику и вот таких лягушек забавных тоже вот абстракцию рисовали да вот это у нас был сейчас курс весь месяц у нас проходит называется тропики то есть вот такое на тропическую тему минимализм есть и всякое разное разнообразное вот что еще можно рисовать каких-то персонажей да недавно сейчас не найду нигде типс на глаза не попадается у меня тут был шмелек очень красивый шмелек ну куда-то я его уже куда-то я его уже убрала ладно неважно так дальше внахлёст делаем да очень красиво получается когда внахлёст опять берем черненький и рисуем внахлёст такие вот штучки тоже одну сторону убираем салфеткой да если нужно где-то то размываем вот 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 второе рисуем чтобы было наслоение второе рисуем можно можно также кисточкой убирать сухой ну не сухой а чистой кисточку промываете и убираете то что не нужно чтобы оставалось только вуальками только вуальками стяжки градиентные да которые наслаиваются друг на дружку которые конечно сделать гелевыми материалами достаточно сложно да это вам нужно каждую линию тянуть очень тщательно а здесь получается такой знаете даже здесь сейчас у меня не мрамор какой-то змеевик из камня такой тоже тут знаете главное вовремя остановиться теперь я беру более концентрированно буду рисовать прожилочки прямо самым-самым кончиком кисточки рисую где-то концентрируем в основном смотрю где пустые места где можно эти линии положить чтобы там не было сильных сгустков ну все оставляем это теперь сушиться просто на воздухе да и с белым давайте разбираться так споласкиваю кисточку и влажной чистой кисточкой четкую границу вот эту размываю убираю излишки краски очень красиво делать вот на таких фонах когда там знаете своя жизнь все переливается внутри и тут будет матовая вот видите то о чем я говорила когда вот не перекрываешь если нахлестывается то может и такая штука быть но мы сейчас схитрим мы просто линию дополним нормально сойдется у нас в разных направлениях потому что ничего там знаете в природе особо параллельного нету обычно всегда все очень такое кривенькое сразу мне хочется отсюда сделать такую прожилочку это конечно знаете такой очень медитативный процесс скажу очень затягивает и там конечно становится просто знаете космическая какая-то глубина конечно то они обязательно это очень красиво смотрится очень такие глубокие получаются дизайны и туда конечно в серединку если у вас например многоэтажный дизайн да если вам позволяет толщина то вы можете заложить еще кучу всего можете какие-нибудь там украшения заложить они там будут внутри жить в аквариуме можно много посочинять на тему и она каждый раз видите ложится очень интересно ну естественно как любой такой природный мотив очень сложно одинаковые сделать и и они все будут в основном разные вот такой у нас получается минерал ну что я думаю что хватит накрутили на вертели пускай тоже посохнет так и все это мы покроем я думаю что это мы покроем текласом с фокусом это мы покроем текласом на лед похоже да можно лед делать тоже также если на каком-нибудь красивом голубом фоне будет у вас с эффекта льда на зиму здесь у меня эти прозрачные типсы еще давайте знаете как на белом посмотрим так а здесь я покрою silver drop top потому что здесь у меня белые такие штучки и вот еще вкрапления тоже интересную тоже сушим так ну и там знаете по желанию если хочется можно еще чего-нибудь накрутить можно например прорисовку еще сделать сверху импастой да если мало разводов если хочется где-то добавить и объема где-то добавить еще хочется то можно еще можно еще где-то импаст но я думаю тут у нас уже столько много мы накрутили что тут уже ничего не надо добавлять тут уже и так все очень даже красиво и глубоко вот смотрите вот со всеми нашими болталками ушло на эфир сейчас у нас 35 минут да ну то есть техника очень быстро и особенно когда вы делаете на нескольких ногтях вы один делаете у вас второй пока сохнет и так далее вот понятно да вот поэтому берите на вооружение очень действительно так интересно получается и можно вот что мне нравится можно делать на абсолютно разном фоне как правильно написала вера крафченко что можно и лед так изобразить можно и какой-то лес изобразить не знаю что-то природное но вот у меня сейчас прошла ассоциация с таким каким-то мраморным эффектом наслоением вот у вас тоже можем могут быть какие-то свои еще фантазии на этот счет и я думаю что должно все получиться потому что техника не сильно сложная но очень эффектная ну что ж спасибо всем большое за эфир всю любовь на свои наготули какие они прекрасные жемчужные цветы и через камеру хороши и в живую хороши девчонки всем вам хорошего настроения классных клиентов я всех люблю и обнимаю каждую до встречи в новых эфирах пока пока всем удачи а